Вопрос. Тут задают вопрос, на какие муки обрекали женщин за те или иные нарушения? Ответ. В книгах Ибн Хаджара и Захаби рассказывают об этом. Говорят, что была женщина, которую повесили за ногу. Это наказание она заслужила из-за того, что выходила на улицу без дозволения своего мужа. Также, говорят, была женщина, которая ела свое же мясо. Она была наказана за то, что при жизни демонстрировала красоты своего тела. Также там, говорят, была женщина, к которой были привязаны ноги и руки, а змеи обвивались вокруг нее и пожрали ее. Это наказание за то, что она при жизни не соблюдала чистоту, то есть не омывала свое тело, не делала ни большое, ни малое омовение. Она относилась халатно при омовении перед намазом. Сегодня мы с вами видим, как какая-нибудь девушка выходит замуж, ее отводят в салон и накрашивают ногти и так далее. Когда же этот лак уйдет с ее ногтей? И будет ли засчитываться омовение, пока не сойдет с ее ногтей этот лак? Засчитается ли ее полное омовение, купание? Конечно же, нет. Нам мода стала важнее, чем наша религия. А вот поэтому-то ислам не дает нам ничего. Понимаете, да? Религия не дает нам ничего. А для того, чтобы она что-то начала давать, нам нужно ставить ее на первый план. Также говорится, что там была среди женщин слепая, глухая и немая женщина. Она была наказана за то, что в земной жизни была прелюбодейкой, за то, что рожала детей, от кого попала, и называла отцом того, кто был покрасивее, побогаче и так далее. В общем, любого, кто ей приглянется. Также говорится, что там он, пророк, саллиллаху алейху ассалям, видел ночь Вознесения женщин, которые ножницами отрезали свое мясо. Это, говорят, была женщина, которая в земной жизни занималась тем, что рассоривала людей. Сейчас для этого есть ватсапы и другие подобные программы. Говорится, что у таких женщин голова и тела были как у Ишака. Это наказание из-за того, что она была обманщицей, сплетницей и так далее. Она, говорят, была женщиной, которая все время злила своего мужа, всячески ослушивалась его. Вот это мы с вами тоже должны знать. Женщина должна беречь себя во всех отношениях. Но и все вместе. Иного. Продолжение следует...